Всем привет! Это Вероника. Я очень рада видеть вас у себя на страничке с места в карьер. Давайте разбирать пустые баночки. Я стала такая тягомотина, что банки копятся просто страшным образом. И я хочу это уже все отснять, показать вам, рассказать, на что стоит тратить деньги, на что не строят. И просто вот это вот все выкинуть. И, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, потому что это очень-очень-очень важно для моего канала. Я понимаю, как вас это все достало. Но, пожалуйста, поставьте лайк, если это видео доставит вам хоть малейшее удовольствие. Поехали! Давайте начнем вот с такого продукта. Это у нас бренд Планета Органика. Natural Body Scrub. Это был скраб с маслом Баобаба. Вообще, я не скажу, что я прям как-то слишком фанатею со скрабов. И когда мне на обзор пришла вот эта серия, я даже думала, ну, может, даже не открывать, как бы, зачем мне это надо. Я могу сказать, что этот скраб легко может соревноваться с такими крутыми скрабами, там, как Элемис за 3,5 тысячи рублей и так далее. Стоит он абсолютно недорого. У него был нереальнейший запах. Я уж не знаю, что. По мне, пахло каким-то сочетанием нелимонного лимонника с чем-то сладким и при этом с чем-то зеленым. В целом, в этом скрабе присутствует просто такой ингредиент, как парфюм, то есть он чем-то вот таким пахнет. Вообще, здесь есть и масло ши, и масло Баобаба, и экстракт мыльного ореха, и экстракт эфиопского кофе. Ну, вы знаете, да, как вообще концерна Планета Органика любят всякие чудные названия, непонятных заморзких фруктов, овощей и так далее. Суть не в этом. Это был идеальнейший скраб, потому что, с одной стороны, он был очень действенный, потому что в нем достаточно грубые скрабящие частички. При этом он был очень увлажняющий, но не делающий из вашей ванны такое гладкое, скользкое яйцо, в котором можно сломать себе шею. И, в-третьих, за счет, видимо, содержания вот этой вот мыльной основы, он как бы скрабил и еще и немного пенился. В общем, это супер вещь. Я, честно скажу, я про него забыла, пока вот снова не посмотрела на эту банку. И нужно будет сделать себе где-нибудь заказ на озоне, потому что это реально очень-очень классный, удачный продукт. Советую. Ту-ду-ду-ду-ду-ду, The Body Shop, Vanilla Marshmallow, но здесь я совсем адский опоздун, потому что, мне кажется, это была какая-то чуть ли не новогодняя серия. Не могу сказать, что я была в восторге от этой коллекции. Коллекции. Вообще сюда входило достаточно много продуктов, включая вот тот самый скраб с таким ягодным конфитюром засохшим. Не шедевр. Не шедевр. Никакого особого смягчения кожи, никакой супероригинальной отдушки. Поэтому вот данная коллекция, The Body Shop, проходит мимо меня. Есть там супер линейки. Например, я обожаю их линию с розой и маска для лица с розой. И невозможный, прекрасный, волнующий крем для тела, такой сорбет тоже с ароматом этой розы. В общем, в The Body Shop есть классные вещи, но это не она. Так, что вам дальше показать? Давайте я вам покажу вот такую вот гидрогелевую маску от бренда Chetua, по-моему, они называются. Простите, если я их... Chetua, Chetua, как-то они у меня не на слуху, но тем не менее. У них просто огромнейшее количество масок, у них достаточно узнаваемый дизайн, потому что всегда на их коробочках нарисована вот такая вот немножко мультяшная девушка. В целом у них неплохие маски. Мне у них очень нравятся две линии до свидания и после свидания, они шикарные просто. Это же была маска для лица гидрогелевая. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, ненавижу эту фразу, если я не ошибаюсь. Я если говорю, если я не ошибаюсь, а потом это если не ошибаюсь, повторяю тысячу раз. У меня есть верные мои подписчицы, которые любят посчитать, сколько я говорю какой-нибудь фразеологический оборот. Вот посчитайте, сколько раз я сегодня скажу, что я вообще говорила. Господи, нужно начать пить глицин. В общем, гидрогелевая маска, это была одна из лучших масок за последнее время. Она реально сделана в формате плотного, упругого гидрогеля. Она хорошо охлаждает, подтягивает кожу лица. Вообще, скажу так, конечно, вот большинство вот таких вот масок, в каком формате, тканевых, гидрогелевых, это не совсем полноценный уход за лицом. Настоящий полноценный уход за лицом, это супер грамотное очищение, легкая тонизация и хорошее увлажнение. А вот все эти масочки, это больше так немножко поиграть в девочку. Но, тем не менее, даже вот это вот поиграть в девочку, оно делится на совсем какой-то отстой и на продукты, которые как бы реально хорошие. Вот это реально хороший продукт. Если будете где-нибудь в подружке, мне кажется, в подружке она представлена, возьмите и не пожалеете. Супер классная вещь. Olay, Setting Care. Это тот сегмент продуктов, которые обычно... Обычно у меня эти продукты были, когда мне было лет 17-24, когда я находилась в таком огненном поиске как бы своего кавалера. Поэтому я была абсолютно четко уверена, что там вся ты должна быть идеальная и вся супер гладкая. И я действительно была запарена на каком-то там бритье ног и остальных мест. Вот, сейчас я уже женщина замужняя, у меня есть эпилятор, у меня есть бритва, это, конечно же, у меня Винус, потому что переплюнуть Винус бритвы достаточно сложно. Я пробовала другие, пробовала покупать такие одноразовые станки, которые царапают мою кожу, но никогда не складывалось. В общем, таким продуктом, как пена для бритья, я реально пользовалась по молодости. Сейчас мне пену для бритья заменяет либо продукт из разряда, сейчас вам даже покажу, что-то вот такое, шелковый мусс Невея для душа, персиковое суфле, бомбическая вещь, если они до сих пор представлены, купите. Либо мне их заменяет пена, вот эти для бритья, ну не знаю, какой-нибудь просто гель для душа, господи, даже бальзам для волос его заменяет. Поэтому это совершенно несущественная покупка, он был неплохой, если вам нравится такой сегмент продукта, как пена для бритья, то возьмите, но вот чего-то фантастического ждать не стоит, главное, чтобы у вас просто была хорошая бритва. Ну и так, как все-таки мы говорили о сегменте пены для бритья, и туда вклинился вот этот вот Невея шелковый мусс для душа, все-таки хочу сказать о нем отдельно. Отличнейший тип продукта, я уверена, что сейчас ближе к осенне-зимнему периоду, периода они выпустят какие-то новые перезапуски, какие-то новые отдушки, новые ароматы. Очень-очень-очень сильно рекомендую, крайне приятный, крайне нежный, крайне обнимающий тебя, как какой-то кашемировый шарф продукт. Следующий продукт, который я выбрасываю, это Glam Glow Power Rangers, это их коллекция масок для лица Gravity Mood, они были, ну вообще она изначально в такой серебряно-сиреневой баночке, но потом они выпускали их там чуть ли не каждый сезон, то вот они были в Power Rangers, какая-то коллаборация, какая-то там красная была, какая-то единорожистая была, но в общем и целом это вот та самая маска пленков, которой все фоткались, которая потом отдиралась от лица. Я могу сказать так, это очень дорогой, очень ароматно пахнущий кокосом продукт, который с лицом ничего супер хорошего не делает. Изначально эти маски, они как бы позиционировались им как подтягивающий, фирминг тритмент, то есть такие подтягивающие и увлажняющие, и очень часто Гуара Витясян в своих роликах сначала делала эту маску, потом снимала ее, потом как бы наносила макияж, то есть типа подтяжка, увлажнение, но по сути это может сделать практически любой праймер увлажняющий, подтягивающий под макияж, плюс всегда получалось так, что очень тяжело с этими масками нанести ровный слой на лицо, потому что если ты наносишь слой такой прям, ну вот хороший, чтобы он застыл на лице таким цельным каркасом, то ты используешь очень много продукта, и этот продукт у тебя даже за 30-40 минут не высыхает на лице. Если ты наносишь его тоньше, то у тебя остаются какие-то проплешины, которые очень быстро стягиваются. В общем, в принципе, вот здесь осталось еще там на 2-3 применения, но я перебирая свой ящик с косметикой, поняла, что я вот просто уже как бы не хочу этим заниматься, и пускай вот у меня есть еще полноразмерная вот такая совсем оригинальная Гравити Мод, вот за последний год я даже не помню, когда я бы таким сегментом масок воспользовалась. Я редко заканчиваю мицеллярки, но это был тот случай. Я получила ее в свое пользование на мероприятии от бренда СРВ, оно мне очень сильно запомнилось, потому что это было вообще одно из первых мероприятий, которые я посетила после рождения дочки. У меня еще даже был влог на эту тему, я прекрасно помню этот день, это была презентация в очень классном месте в Подмосковье, у нас ночью дома там какая-то труба развалилась водопроводная, у нас был легкий потоп, и в итоге я отвезла дочку к маме, муж там с этим потопом боролся, а я поехала на мероприятие, потом я развернулась в каком-то неположенном месте, и у меня была, значит, беседа с представителями ГИБДД, но все закончилось хорошо, и вот, наверное, поэтому так мне сильно запомнилась эта маска. Боже мой, я не могу, опять ушло солнце, и у меня теперь опять все сине-зеленое, это какой-то просто, просто ужас, я не знаю, что мне делать, мне нужно купить, и, короче, это я вырежу, наверное, потому что вот эти вот блогерские моменты никому не интересны, но как же меня это задрало. Я, когда сидела в нашей супер темной квартире, я говорила, вашу мать, я хочу солнечную квартиру, чтобы в ней было прекрасное, просто вот белые стены, блин, вот они, белые стены, и теперь каждый раз, когда я снимаю видео, получается вот такая вот хрень, потому что солнце летает вот так, и невозможно просто ничего снимать, но жить в этой квартире очень даже приятно. Если вернуться к мицеллярке, то она мне очень сильно понравилась, в ней нету запаха, она подходит для такой достаточно чувствительной кожи, она практически не щипала мне глаза, хотя я понимаю, что у меня практически от любой мицеллярки все равно есть такое некое раздражение на глазах. Она была обогащена неоцинамидом, он, кстати, очень даже неплохо влияет на мою кожу, такой как увлажняющий и успокаивающий компонент. Не закупривает поры, без отдушки, гипоаллергенно, в принципе, все это могу подтвердить. Мне понравилось, очень хорошее, и могу вам порекомендовать. Гарнье, следующий продукт будет от Гарнье, суперфуд, маска для волос, вот эти их знаменитые огромные банки, за 300 рублей, реально тут сколько, 400 миллилитров. Эта конкретная версия у меня была банановая, банан суперфуд, экстра питание, маска для очень сухих волос, мне она не понравилась, она, ну, во-первых, банан, это вообще очень сомнительная вещь, вот как бы я воспринимаю банан, и только вот желтый банан, ты его можешь съесть, и все. Косметика с ароматом банана, выпечка с ароматом банана, это практически в 95% случаев плохая еда. Вот с этой маской случилось то же самое, меня настолько подташнивало от ее аромата, и при этом на волосах я не видела никакого, вот, ну, никакого эффекта, и прям, да, мне не понравилось. Хотя вот эта же серия с папайи, одна из моих самых любимых, самых бюджетных, поэтому очень верно мне девочки говорили, что вот в этой серии маска, которая с папайи, она самая такая работающая, самая приятно пахнущая, самая удачная по консистенции, а вот с остальными есть вопросы, и даже та, которая с алоэ, которая изначально мне очень сильно понравилась, она все-таки дает очень мало кондиционирования, но с другой стороны она направлена была просто на увлажнение, поэтому, в принципе, увлажнение легкое она давала. Поэтому я не буду говорить, что эта серия плохая, но если у вас есть, если вы просто любите все банановое, вам сюда, ну, и если вы не ждете отмазки каких-то чудес, то это вам тоже сюда. Но при этом здесь нет никаких силиконов, здесь нет никаких вот этих вот таких супер восков, которые используются в линейках, которые, как вам кажется, ой, я помыла голову и сразу красивый волос, то есть здесь нет вот этого забивающего, как бы, к чешуйке волос силикона, поэтому, может быть, у них такой не суперявный эффект, но для любительниц более натуральных продуктов, я думаю, почему нет. Очень много линеек для волос у меня закончилось, одна из них это вот такая линия от Vela Fusion. Боже мой, настолько эта линия вот для меня была никакая, что я даже вот ни от дужки не помню, не помню, что она делает. Тут написано интенсивное восстановление, но вот я что-то не помню, чтобы у меня как-то особенно после этой линейки восстанавливались волосы. По аромату типичная Vela, типичный Банакур от Schwarzkopf, то есть вот от дужки такие вот, как вот эти типа шампуни там 2005 года. В целом линейка была достаточно симпатичная, как вы видите, она такая немножко в оттенке розового золота, даже несмотря на то, что у меня камера сейчас все зеленит, но вот прям чего-то такого вау я не помню. Помню, что, кстати, маска была неплохая, она тут здесь написано, что оставьте на 30 секунд и смойте, я ее всегда держала чуть подольше, в принципе, она неплохо разглаживала волосы. Но вот прям такое, что вау-вау-вау, что вам нужно бежать в какой-то профессиональный магазин и покупать эту линейку, сказать не могу. В принципе, просто неплохой уход для человека. Если вы где-то вот там, не знаю, в салоне ваш мастер продает вам Vela Fusion, можете купить, ничего плохого с вами не случится, будет в принципе даже и хорошо. Не шедевр, но хорошо. Еще одна маска-пленка. Вообще, я поняла, что, наверное, все-таки маски-пленки это не мое. Это вот маска от бренда Bosch, Bosch, ее склоняют все как угодно. И мне кажется, даже вот как бы официальные представители бренда до сих пор, ну, как-то не могут донести людям, как они называются. В общем, это была вот та самая черная маска-пленка. То есть, вот, когда начались вот эти вот волны контента на Инстаграме, на Ютюбе с черной маской, это вот типа была прародительница вот эта маска. Просто маска-пленка, peel-off маск. Она не вытаскивает у меня никакие черные точки, никакие комедоны. Она просто очень больно отрывается от лица, и в принципе вот весь ее эффект. И все было бы неплохо, если бы это стоило там рублей 500-600, а стоит эта маска очень-очень-очень-очень-очень-очень дорого, почти там что-то 3 тысячи. Может быть, потому что это made in USA, может потому что как бы там в этой маске заявлено всякие разные полезные экстракты, но вот их действия на своей коже я углядеть не смогла, поэтому за такие достаточно большие деньги я не советую вам это покупать. А вот то, что я вам советую покупать за такие большие деньги, это бренд Керастаз. Вообще Керастаз, конечно, если они меня смотрят, я надеюсь, они мне не обидятся, но они, конечно, вот прям по ценам, ну прям все очень плохо. То есть, ну, пользоваться на постоянке уходом от Керастаз, это как бы жесть, при том, что я не могу сказать, что их продукты адски концентрированы, но они обычные, стандартные, поэтому и шампуни вам нужно расходовать много, и маски вам нужно расходовать много, и кондиционеры вам нужно расходовать много, и как бы отдать там, ну не знаю, комплект маска-бальзам, ну сейчас, наверное, будут стоить там около 5,5 тысяч рублей, дороговато, дороговато. Но с другой стороны, качество волос у меня было лучше, когда я полностью сидела на уходе Керастаз. Я это к чему? У Керастаз есть как бы, ну там, шампунь-бальзам, это все понятно, но я у них очень люблю продукты несмывашки, при том, что я помню, одно время все как-то носились с их маслами, но потом, почитав составы, как бы все поняли, что, в принципе, в их маслах тоже ничего особенного нет. Но их линия, конкретно цемент-термик, это вот шикарный продукт. Что это такое? Это молочко для волос, несмываемое, которое работает и как глубокий уход, и как термозащита. Отличный продукт. Если я не ошибаюсь, у меня... Если я не ошибаюсь, вот тот самый фразеологический оборот. Если я не ошибаюсь, это у меня вторая или третья баночка за жизнь, за мою, потому что чудесное просто средство. И вот оно у меня подошло к концу, я очень расстроилась. Да, здесь 150 миллилитров, но у этого средства не очень большой расход, с учетом там, что волосы у вас не супер длинные. Текстура реально, реально очень такая увлажняюще-кремовая, пахнет какими-то такими цветочными травами и очень хорошо влияет на укладку. Волосы становятся плотнее, но при этом рассыпчатый... 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 Рассыпчатый. 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 Вот, и при этом они какие-то гладкие, такие вот люксовые, люксовые волосы. Поэтому, если уж прям там советовать вам покупать шампуни от Керастаз, я сейчас не готова, потому что ну реально дорого, то вот Цемент Термик прям вот очень рекомендую. Все-таки никакое дешевое молочко, даже там из разряда там линейки Эльсеф, не сравнится. Здесь какая-то более наполненная микроэлементами база, которая лучше работает с волосами. Так что рекомендую. А еще одно средство, которое не совсем подошло к концу, но я боюсь, что это тот случай, когда срок годности просто подошел к концу. Это продукт от Lancome. И мне удивительно, что на него не было вот той самой маркетинговой волны, которая там поднимается в интернетах, в блогах и так далее. В общем, это продукт из серии Visionar. Вообще, я большая поклонница была первой версии сыворотки Visionar. И иногда, когда я там тусуюсь на сайтах на каких-то с косметикой, я думаю, господи, может быть, снова купить себе сыворотку Visionar, потому что я с ней выглядела прекрасно. Это был тот период, те годы, когда я познакомилась со своим мужем. Я вот помню, мы с ним где-то путешествовали. Я с утра умывалась, наносила сыворотку Visionar. И он на меня смотрел, говорит, боже мой, ты вся светишься от счастья. А я сидела и про себя думала, это просто сыворотка Visionar. Но я правда светилась от счастья. Это было такое двойное бинго. В общем, в Lancome серии Visionar выходил и вышел, до сих пор продается пилинг, крещендо. И он очень интересный. Он двухфазовый. Здесь фаза номер один, которой вы пользуетесь, если я точно, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, что-то в районе 14 дней или что-то такое. И здесь вторая фаза. То есть здесь разное содержание кислот. Первой фазой вы подготавливаете кожу к кислотному такому пилингу. Вторая фаза – это вот прям такой хороший кислотный пилинг, но не тот, после которого у вас будет красная супермордочка, а домашний вариант, который вряд ли что-то напортит. Очень интересный продукт, очень удобно было пользоваться, но получилось так, что я начала им пользоваться что-то там до беременности. Потом я подумала, что пользоваться пилингами в беременность как-то не очень. Потом я родила дочку, началось лето, тоже что-то как-то не до него. Потом дача, переезд, ремонт, тоже как-то не до него. И я поняла, что оно у меня уже просто настолько долго стоит открытое, и я думаю, что все вот эти вот работающие там кислоты уже просто в нем, собственно, умерли. Но если так вот представить, я бы, может быть, даже на эту зиму его повторила. Им очень удобно пользоваться. Это не такая, как пилинг-маска, которую ты нанес, сидишь, смываешь. Ты его используешь под свой стандартный уход. То есть ты просто добавляешь вот такой как бы продукт, пилинг, который пилингует кожу в течение месяца, пока ты им пользуешься. Вот, поэтому неоднозначная штука, не совсем понятно, как часто можно его использовать. Я сколько читала описание, сколько читала сайт, так и не поняла. При этом объем здесь достаточно большой. То есть это не на один курс, а на несколько курсов. В общем, как-то вот чуть-чуть у меня с ним не сложилось, но общие впечатления от этого продукта у меня были самые-самые хорошие. Слушайте, мне кажется или нет, но у нас какой-то сегодня выпуск получается, с шампунями связаны, объясню почему. Потому что я раньше открывала много банок и одновременно всем пользовалась, а потом я стала вести себя как нормальный человек, открывать одну серию и добивать ее. Мириан Мекуэдо куплена за свои деньги. Я с этим брендом познакомилась когда-то очень давно, на волне своего там раннего блогерства. Я помню, это было одно из каких-то мероприятий именно для блогеров. Мы приехали в офис компании, которая занималась официальной дистрибьюцией. И нам там подарили небольшой наборчик средств от Марии Мекуэдо. Мари... Мириан... Мириан Куэдо. Мириан Куэдо, наверное. Мириан Куэдо. Ну, в общем, вы поняли. И мне безумно понравилось. Это вот было, знаете, это вот, как говорят, знаковый продукт. Вот я прям один раз попользовалась и поняла, все, не могу, люблю. Я почему выбрала конкретно вот эту? У них есть несколько, вообще несколько серий ухода за волосами. Основная линейка в баночках синего цвета там есть и для жирных волос, и для сухих волос, и для окрашенных, и бла-бла-бла. И еще у них есть такие, скажем, ап линейки. Там одна есть такая супер золотая, одна есть какая-то такая белая упаковка. И я себе выбрала вот эту вот Volume Luxury Shampoo, Volume Luxury Mask Sulfat Free. Я могу сказать так. Мне почему-то показалось, что на моих волосах лучше работали продукты из вот этой их стандартной линии, а вот эта линия подороже, но вот прям какого-то супер-вау я не испытала. При этом ценник у средств достаточно дорогой, и качество продукта на уровне, а может быть даже чуть повыше уровня керостаз. У этой, у всего этого бренда очень узнаваемая отдушка. Если вы один раз где-нибудь в Ривгоше попробуете, вот большинство средств пахнет так. Я могу отсюда очень-очень сильно вам порекомендовать несмываемую маску Уход из вот той синей серии. Она там буквально одна, и она была шедевральная. Она вот была даже круче, чем вот то, что я вам показывала от керостаз цемент термик. А это я попользовалась, оно у меня закончилось, и конкретно эту серию я повторять не планируюсь. Но я думаю, если я забреду как-нибудь в Ривгоше, и там будет вот эта моя стандартная синяя линейка, может быть я возьму ее просто там, она сульфатная. Здесь нет сульфатов, но я, видимо, здесь как-то решила взять вместо бальзама маску, и она была какая-то слишком густая. Все-таки нужно было брать, наверное, стандартный увлажняющий продукт. При том, что я здесь еще взяла себе несмываемый продукт, и он у меня еще пока до сих пор живет в ванне, а вот шампунь и бальзам закончились. Поэтому скажу так, очень приятная, очень узнаваемая линейка. Если вы один раз в нее окунетесь и поймете, что это ваше, я думаю, вы будете прям верными поклонницами бренда. Еще один продукт для волос. Это вообще было что-то интересное. У меня даже здесь есть два продукта от этого бренда. Бренд называется Каминомото Япония. И, знаете, в целом мне очень понравилось. Что вот это такое было? Это был шампунь такой очень-очень водянистый, очень-очень мятный и прям вот будоражащий кожу головы. В принципе, он так и называется. Charge. Если я правильно помню, это был вот такой глубоко очищающий шампунь для роста волос. В целом мне он понравился. Я его использовала до конца. Какого-то кардинального роста волос я не заметила, но волосы были очень даже неплохие. Поэтому, если где-то вы вдруг на такие банки набредете, очень даже неплохо. Еще у меня от этого же бренда было вот такое средство. С ним вот у меня было как-то немножко сложновато. Написано, значит, средство косметическое для ухода за волосами. Тоник. Спрей для быстрой сушки волос. И по факту это, знаете, такой, ну как вот жидкий спрей, который очень сильно придавал волосам какой-то такой аромат. Может быть, они действительно сохли побыстрее. Он их не склеивал, он их не грязнил. Но вот вписать это средство в свой уход за волосами на постоянку мне почему-то вот как-то не захотелось. То есть вот он закончился, я думаю, ну закончился как бы и хорошо. Не скажу, что плохо, но повторять в ближайшее время не планирую. Чтоб долго не занимать время, просто скажу, что Биаре, вы супер молодцы, ребята, я вас люблю. Но линия, которая вот супер оригинал, Биаре, она все-таки моя самая любимая. Арома тритмент мы вот такой вот на двоих с мужем прикончили. В целом он был неплохой, восточная ваниль, но вот здесь как раз-таки ваниль была такая, что она здесь такая немножко грубоватая, такая прям кричащая. Поэтому мы допользовались и как бы хорошо. А вот эта вот малышка, это моя любовь. Кстати, у Биары сейчас вышли новые отдушки, вот очень похожие на вот это. Но мы об этом с вами поговорим в бьюти-новинках, а так я могу сказать, что это лучшие гели для душа вот вообще за все время, что я веду свой канал. Появляется что-то, что мне нравится, я периодически перехожу на какие-то другие бренды, но так или иначе, после любого тестирования другого бренда ко мне снова возвращается Биаре, и вот я с огромным удовольствием пользуюсь им. Пикси Глоу, Гликолик Буст. Вы знаете, я что-то как-то вот не поняла пока. Я заказывала это на iHerb, это была такая достаточно свежая новинка от Пикси. Я думала, что это, ну, гликоликовая кислота. Я думала, что эта маска будет прям такая, знаете, вот концентрат их знаменитого тоника. Но мне показалось, что это просто неплохая увлажняющая маска, а вот какого-то эффекта отшелушивания я как-то не особо заметила, но не могу сказать, что плохо, в целом очень даже хорошо. Следующее, что у меня тут валяется, это Фаберлик. Они выпустили свою маску типа серебряную. Во, я вспомнила, я ее тут даже оставила. Знаете, мне она показалась немножко никакой. Я все-таки, ну, я вообще в целом считаю, что маски вот такого формата для лица, они вообще всегда немножко никакие. Но вот эта была как-то вот, вот совсем мне как-то не то несет. То есть вот, ну, да, серебряная. Я помню, что она очень плотная, и она очень плохо расправлялась по лицу. В ней нет вот этой, знаете, такой люксовой темы, которая есть, не знаю, у SkinCeuticals. Вот у SkinCeuticals тоже есть маска биоцеллюлозная. Репленешинг, что это за слово такое? Сколько веду свой канал? Успокаивающее. В общем, ну, опять-таки, да, маска от Фиберлик стоит там 150 рублей, там, SkinCeuticals, даже боюсь представить сколько. Но вот SkinCeuticals это такой люксовый люкс. Маска, она, знаете, такое чувство, что вот это какой-то пришелец из космоса. Ты ее наносишь на лицо, и она вот как будто бы вот прям как-то сама вот так вот тебя все обнимает, и вот прям целует на протяжении всех 15 минут, что ты ее держишь. А вот маска от Фиберлик, она, ты ее что-то нанесла, у нее тут что-то отлипло, там отлипло. Какая-то гулящая маска. Поэтому, если есть деньги, конечно, обращайтесь к более крупным, скажем, производителям. Я вот не помню, есть у меня здесь эта маска. Нет, видимо, это где-то в других каких-то я выбросила. Очень классная маска у Lancome из их линии Женифик на все лицо. Ну, просто чума. Вот прям, да, дорого, прям, да, дорого. Но, знаете, вот мне кажется, если у вас есть какая-нибудь подружка, да, и вот вы придете к ней на день рождения, и вместо того, чтобы набрать ей там подарков из магазина, там, фикс прайс, там, не знаю, какой-нибудь всякой фигни, вот подарите ей одну тканевую маску. И прям, да, объясните, скажите, блин, дорогая, как бы все фигня, жизнь коротка. Пожалуйста, налей себе бокал вина и нанеси себе на лицо дорогую крутую маску. Вот это такой кайф. В общем, я прям очень впечатлилась от этой маски SkinCeuticals. Безумно дорого, но SkinCeuticals, они вообще такие, это достаточно дорогой бренд, очень связанный там и с наукой, и сколько у них ухода именно для, скажем таки, схемы ухода для людей после пластических операций. Именно такие, ну, как, вот, как лекарство для кожи, хоть это неправильно говорить, потому что все-таки косметика, но это вот прям, это не просто увлажнить, это именно решать проблему, в общем, супер. Поэтому вот эту маску прям крайняя-крайняя рекомендация. Вот это, это вообще моя любовь. Маска Sephora Element с миндалем для ног. Ну, такое чудо. Ну, есть такое предубеждение, да, что все средства для ног, они должны быть либо мятные, либо максимум цитрусовые. Но когда тебе вдруг, ты открываешь пакетик, и вот у тебя прям такой нежный, такой насыщенный, какой-то супер бодрый миндаль, это очень круто, она безумно глубоко увлажняет ножки. Поэтому, если будете в Эльдебуте, нет, в Эльдебуте представлена сейчас Sephora, или Sephora представлена только в Sephora, надо узнать, то обратите внимание, здорово. Также закончилась маска от Sephora Lotus Eye Mask. Я не могу сказать, что я очень большой фанат этих масок, но, с другой стороны, вот именно эти маски от Sephora, они очень сильно отличаются от всех патчей, потому что это не патч. Патч, это обычно вот здесь вот, а маска от Sephora занимает примерно вот такое расстояние. То есть, она очень большая, очень мокрая, она прям, ты ее достаешь из пакета, и из нее прям булькает. И в целом, в целом, их там очень много цветов, они типа все очень разные, да, там вот это вот Hydration, там какая-то там будет Relaxation, там еще что-то. В целом, они все примерно одинаковые, они просто очень хорошо увлажняют и неплохо снимают отек, ну, просто за счет, как бы, физики, да, того, что вы нанесли что-то прохладное на лицо, и вот кожа расправляется. Поэтому, в целом, не скажу, что это мои самые любимые патчи, но очень даже неплохо. Stendress тут у меня затесался, Blooming Meadow Shower Cream, это был гель для душа в виде такого, ну, как гель, больше в крем реально уходящий, в такое мелочко. Нехарактерный продукт для бренда Stendress. Я просто обожаю их муссы для тела в таких баночках, какой невозможный с розой, какой невозможный там с черной смородиной. И вот каждый раз, когда я где-то в торговых центрах гуляю и вижу, что там есть бутик Stendress, я прям пробегаю, потому что думаю, господи, ты сейчас опять возьмешь себе этот мусс, ну, попробуй что-нибудь другое. А вот это было как-то обычно, обычно, да, обычно это то самое слово. Неплохой запах, но вот обычно, повторить не хочется. Так, это у нас Ariflame Essence & Co Body Wash, лимон и вербена. Я это использовала как гель для рук и, ну, как гель для рук, а мыло для рук. Классная, очень отличается от таких типичных, радостных отдушек Ariflame. Очень с характером, очень стильно, очень дорого выглядящая при абсолютно не, ну, абсолютно бюджетной цене. Поставить в ванну, это прям красиво. И даже когда ты читаешь Ariflame, ты прям так, о, надо же, как здорово. То есть вот все, кто ко мне приходили в гости, видели эту баночку пользователей, потом такие, а что это такое? Ariflame? Ой, да ты что? То есть вот у всех это вызывало именно такое позитивное удивление, что, ой, надо же, круто, а не посмотреть ко мне, что там есть нового в Ariflame. Еще у меня здесь такой продукт затесался. Это миссис Мэйер с Клиндей. Я думаю, все, кто заказывают на iHerb, все, кто смотрит американских блогеров, знают, что это за бренд. Он дико популярен в Америке. Обожаю. Очень классное. Это было мыло для рук с ароматом. Боже мой, что это было за аромат? Яблоко. Оно такое очень простое, вот прям простодушное. Но в этом, в принципе, его прикол. Вообще, я очень люблю линию миссис Мэйер для дома. У них невероятные отдушки, и они очень правильно прям пишут, что ароматерапевтические средства для дома. Это реально ароматерапия. То есть у них такие сочные, такие позитивные отдушки, что ты убираешься дома и повышаешь себе настроение. Это очень круто, но я покажу это в покупках iHerb, потому что у меня уже целая коллекция вот этих вот средств. И да, это яблоко, да, это очень просто. Но просто обидно, что у нас этот бренд не представлен повсеместно, потому что я думаю, что наши хозяюшки в своих домах чувствовали бы себя гораздо более счастливыми и позитивными. Ультим, Ультимайт Теккининг Шампу. В общем, это шампунь для тонких волос от Kiehl's. В целом он был очень даже неплохой. У него достаточно такая интересная душка. Здесь есть мята, экстракт розмарина и седрвуд. Я сейчас не буду пытаться строить все американцы, уж не знаю, что это. А, экстракт кедра. Ну да, все было просто. В целом он мне очень нравился. По-моему, он был сульфатный. Это было все-таки его минус, потому что у Kiehl's просто самый их стандартный шампунь для всех типов волос. Он бессульфатный. Этот был сульфатный, но мне казалось, что он все-таки имел свойство немножко подсушивать волосы. Для тонких волос это не всегда гуд. Поэтому после этого шампуня приходилось прям умазываться каким-нибудь бальзамом, а то и маской. Это мне попалось, по-моему, в каком-то боксе, а-ля там глэмбеги. Треземе, это бренд, который тоже в один момент просто заполонил вообще рынок ютуба, блогеров и всех остальных. Экстракт кокоса, алоэ вера, ноль силиконов, парабенов. Ну, опять-таки, лучше бы здесь было ноль содиум лауретосульфата, но он здесь есть. Типичный шампунь из хозяйственного магазина. Ну, под хозяйственным магазином я имею в виду какой-нибудь там вот перекресток, дикси и вот что-нибудь такое. Неплохой, нехороший. После него, кстати, были, мне нравилось свойство волос, после него, они после него были очень рассыпчатые, но не пушистые, как бы вот так вам объяснить. То есть они не топорщились, но они на ощупь были прям вот волосок от волоска отходил, но при этом они были какие-то такие увлажненные. Поэтому в целом я могу сказать, что линейка Треземе, она неплохая, она легко закроет вопросы людей с хорошими волосами. То есть если пролонгировано вот с такими волосами, как мои, пользоваться чем-то таким, ну, достаточно бюджетным обычно, это приводит к ухудшению ситуации. Вот у меня сейчас волосы так себе, потому что я что-то много вот тестировала всякого вот такого. Но в целом, если у вас свои хорошие волосы, я думаю, что вам очень понравится. Очень классная вещь от La Roche-Posay, Le Picard, это их масло. Это вот представьте себе масло от L'Occitane, знаменитое миндальное. Убрать из него весь миндаль и оставить только все самое полезное, все самое ухаживающее. Мне в этом продукте не очень нравится отдушка. Очень странный запах. Он, знаете, такое масло, смешанное с каким-то как растением, что ли. Он не неприятный, ты к нему даже привыкаешь. Но вот я всегда с этим ароматом немножко на вы как-то так, не знаю. Но в целом оно очень хорошо шло, его можно добавлять было в детские ванночки, и дочку я им мыла, и себя им мыла. То есть в плане ухода за кожей просто супер. Это не масло масляное, то есть у вас после него не будет жирной кожи, это просто очищение в виде такого вот масла. Но вот как-то глупо сказала, да, у вас не будет масляной кожи, но очищение в виде масла. Ну реально у него текстура масла, оно питает кожу, но ты не выходишь из душа, как вот, знаете, намазаться просто маслом, выйти, у вас там вода по вам катается. Нет, это совсем другое, это надо пробовать. В общем, для малышей раскошелиться точно стоит. Точно стоит раскошелиться для тех, у кого супер сухая, отопиченная там кожа. На каждый день, мне кажется, можно найти аналоги и подешевле. Ух, прям совсем чуть-чуть осталось. Еще один продукт от La Roche-Posay, это их дезодорант. 24 часа для чувствительной кожи, здесь нет соли, алюминия, спирта, парабенов. У меня с ним были проколы. То есть вот он для тех людей, кто в принципе очень мало потеет. Тогда все будет окей. Но так как это все-таки не антиперспирант, а это все-таки дезодорант, то я как бы окей, ну такое бывает. Мне им нравилось пользоваться дома, когда я сидела с малышкой, и когда у меня не было никакой беготни по городу, когда нет никакой жары, когда дома всегда температура 24 градуса. Но даже когда я сидела дома с ребенком, иногда к вечеру я понимала, что что-то как-то уже не очень. Поэтому я все-таки в этом вопросе больше поклонен за дезодорантов от Виши, которые антиперспирант такой, с такой зелененькой крышечкой. Они прям совсем идеальные, а здесь, ну, мне все-таки вот не хватило именно свойств антиперспиранта. Вот так вот ужасно выглядит продукт, который я обожаю, который я всем рекомендую. Это губка, коньяку, конжаку, как угодно. Это конкретно от Herborian. Вы можете найти в разных брендах. Здесь, знаете, я не какой-то лаборант в суперисследовательском институте. Я не могу сказать, какой конкретно тип водорослей использует Herborian, свою губку, потому что у них губка стоит достаточно дорого, порядка там 900 рублей, но ее хватает надолго. И какие вот эти конжаки используют в брендах, где губки стоят 200-300 рублей. Но вот та, которая от Herborian, она очень крутая. Она, когда намокает, она становится примерно вот такой, она занимает просто половину лица, и ей очень удобно было пользоваться в душе. Она шикарно смывает маски, она шикарно вспенивает средства, она шикарно очищает лицо. В общем, я люблю, мне нравится, и я поняла, что вот такие губки из конжаку, вот из этой вот водоросли или как-то растение какое-то такое водянистое, они очень-очень крутые. Я ее почему выбрасываю? Потому что мне пришла новая, и когда я увидела, как выглядит новая, я поняла, что я свою просто вот измазала до последнего, и уже просто пора с ней прощаться. В общем, очень крутой продукт, крайне вам советую. Последнее, что у меня здесь есть, это вишин. Их термальная вода. Я скажу откровенно, термальная вода – это не тот продукт, которым я пользуюсь постоянно. Но, например, сейчас я понимаю, что я каким-то образом вписала термалку в свой уход. Я практически не пользуюсь ей вот просто так, чтобы вот сейчас там вот ей пользоваться. Она у меня всегда лежит в машине. Я люблю пользоваться в машине, когда я понимаю, что я устала от выхлопов, от газов. Само вот это вот чувство какого-то воздушного водяного потока на моем лице, на ногах, на руки, я люблю ее носить, мне становится от этого легче. То есть, может быть, это не свойство того, что водичка на меня наконец-то там что-то со мной сделала, а это вот, ну, это просто вот человеческая какая-то физика. То есть, вот тебе просто становится свежее. Я очень люблю сейчас термалками пользоваться вместо тоника. Я тот блогер, который всем всегда говорит, что тоник нужен, но сама я тониками пользуюсь крайне редко. Они вот всегда у меня как-то не с руки. Поэтому я умываю лицо каким-то гелем, там, пенкой, не знаю, там, пудрой. Я смываю это все водой и перед кремом я наношу термальную воду. Я не скажу, что я заметила что-то вот прям такое вот феноменальное со своим лицом. Все-таки это просто вода, но реально хорошего качества и из источников. Но это просто какой-то дополнительный ритуал ухода за собой. Мне он очень нравится, поэтому у меня взрослые малышки лежат дома. Маленькие малышки у меня раскиданы в сумке, в машине и так далее. Я не могу сказать, какая моя любимая термальная вода. Мне и Виши нравится, и Ларош Пазе мне нравится, и у Авен была хорошая. Еще я просто невозможно обожаю термальную воду от Кинзо, из их серии Кинзоки. Но там не совсем термальная вода. Там термальная вода еще обогащена вот этой вот отдушкой. То есть там, то есть если здесь нет никакой отдушки, это просто вода, то там это вот прям как ритуал ухода. Такое иногда делают в салоне Бабр. Они как бы накладывают на твое лицо какую-то такую маску и пропшикивают у тебя над лицом термальную воду. И она вот так на тебя ложится, и вот такое чувство, что ты думаешь, боже мой, это так же прекрасно, как секс и какой-нибудь пломбир в жару. Поэтому термальная вода очень сложный и при этом простой продукт. Кому-то заходит, кому-то нет, но я люблю. Мне нравится, и это очень хорошо вписалось в ритуал моего ухода за собой. Девочки, мои дорогие, спасибо вам, что вы были со мной. Я вот прям вот-вот прям кланяюсь вам. Я безумно счастлива, что я поделилась с вами мнением о продуктах, которые жили со мной, не знаю, мне кажется, последние там несколько, практически год некоторые из них, а даже больше. Коробка пуста. Ой, она даже сломалась. Ну все, это значит точно знак. Люблю вас, целую, обожаю, обнимаю. Желаю вам отличного настроения. Не забудьте поставить лайк, он для меня очень важен. Это была ваша Вероника. До встречи. Пока-пока.